Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня Лена в гостях у меня. Много стартапов в Кремнеудалении не зарабатывают деньги. Я проинвестировала в прошлый год в 10 компаний. У меня даже ни малейшей надежды нет, что эти деньги ко мне вернутся. Где ваша выручка? Тут принято, вот ты поднял миллион долларов, спусти его, пожалуйста, за год и приходи за следующими деньгами с результатом. Мне кажется, как предприниматели, мы очень осторожны, слишком осторожны. Толковые люди за свою жизнь пробуют много разных вещей. И не обязательно первые там несколько вещей у них получаются. Я буду всегда необъективной. Сто процентов я буду кому-то не нравиться. Стареет, толстеет. Расчет на то, что я буду Джеффом Безосом среди креаторов. Что я буду одним из первых креаторов, кто сможет выйти на IPO. И да, как вы поняли, ребят, я сегодня в Кремниевой долине. В гостях у самого известного русскоязычного блогера в США, предпринимателя, Марина Могилко. Суммарно на три канала Марины, два из которых на английском, подписаны 8 миллионов человек. А ее компанию LingvaTrip знает, пожалуй, каждый, кто хоть раз задумывался об учебе за рубежом. Помимо этого, Марина активно ведет курсы по развитию в YouTube, обучает английскому языку, инвестирует в стартапы и воспитывает двух дочерей. В общем, за несколько лет жизни в США Марина Могилко сделала своего имени настоящий личный бренд. Сегодня я не только поговорю с Мариной, но и покажу ее домашнюю студию, где она снимает ролики на свои каналы и дом, в котором сегодня живет с семьей. Ну и меня зовут Лена Плотникова, а вы на самом амбициозном канале об эмиграции в приехать в США. Поехали! Марина, а как вы попали в США? У тебя тут родственники? Или ты визу как блогер получила? Расскажу, как относятся к предпринимателям из России и Украины в Кремниевой долине и поделюсь какими-то основными выводами ведения бизнеса в США на протяжении 7 лет. Ребят, мы с вами находимся в одном из самых дорогих мест США, и у нас была большая мечта построить международную компанию. Марин, привет! Привет! Спасибо большое, что пустила нас себе в гости. Конечно, добро пожаловать. И сразу говорю, что я была так удивлена, я тебе написала вечером, утром был уже ответ у меня на почте. Почему я была удивлена? У меня представление, что когда ты большой блогер, когда у тебя компания, когда у тебя двое детей, куча дел, у тебя вообще не до интервью, не до каких-то таких ответов, и поэтому есть менеджер, например, есть какой-то помощник, который это делает. Ты ответила мне лично, и поэтому я думаю, вау, серьезно? Ну, так менеджер так и работает. Помощница моя переслала мне письмо. Она мне пересылает те письма, на которые, ну, как бы она не знает, что ответить, потому что мне нужно принять решение. Вот, и, соответственно, либо я ей говорю, что ответит, либо я уже перехватываю и забираю переписку. Да, и второй момент, который меня удивил, что ты так быстро согласовала интервью. Я, ну, я, честно, я прям была в восторге, потому что у меня есть большой опыт работы, например, со звездами в России. Это все равно прям долгий процесс. Ты можешь полгода договариваться об интервью. Я была как блогер, как интервьюер, я была дико счастлива. Вау, серьезно? Мы так быстро, так легко. Я просто вначале хочу сказать ребятам, что Марина в жизни точно такая же, как на ее канале. Это не ОМОН. Класс. Спасибо. Да, я просто, я очень люблю Ютуб. Я очень-очень люблю начинающих ютуберов, поэтому... Ну, короче, мне приятно. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Да, Марин, я начну с LingvaTripa. Несмотря на то, что у меня много будет вопросов и о личной жизни, и о бытии, и о студии, все знают вашу семью как создатели LingvaTripa. Это сервис по обучению за рубежом. Вы получили... Я немножко перед историей расскажу ребятам, которые, возможно, впервые с тобой познакомятся через этот канал. Вы получили инвестиции как раз с Кремниевой долины в размере 100 тысяч долларов. Но... И, собственно, переехали сюда и открыли здесь компанию. Начали с этого свой путь в США. Да. Но я не видела информации о том, как вы распорядились этими деньгами, на что пошли эти инвестиции, как это помогло вам вырасти вообще, какую сторону ты развернула компанию. Ну, во-первых, мы потом уже больше подняли, то есть там были другие раунды. Вопрос, что просто хочешь ты рассказывать про раунды или не хочешь? Вот. Куда пошли инвестиции? Это тоже, ну, как бы инвесторы в курсе. Это частный раунд. То есть есть отличия, когда у тебя есть стадия там СИ, СИ, Резе и так далее. До выхода на IPO у тебя, в принципе, отчетность не публичная. Это то, что видят твои инвесторы. И мы каждый месяц посылаем им... Мы сделали такой в Notion им ресурс, куда они могут зайти, посмотреть, что сейчас происходит в компании, какая выручка, какие остатки на счетах, чем мы занимаемся, куда мы направляем средства. Но компания, на самом деле, не знаю, с какого месяца... Но как у нас это все было? Мы подняли инвестиции, потом уехали в Россию на год получать визы, и мы поняли для себя, что очень тяжело постоянно быть на венчурной игле. Ну, то есть много стартапов в Кремниевой долине не зарабатывают деньги. И понятно, что есть стартапы, которые сильно технологические. То есть ты ищешь лекарства от рака, и тебе 20 лет нужно финансирование твоих исследований. И понятно, что там о деньгах речь не идет. Другое дело, есть бизнес, который переносит в онлайн. Мы строим там платформу, на которой очень понятно, как быстро зарабатывать деньги. И поэтому мы себе поставили цель выйти на прибыльность, вместо того, чтобы от раунда к раунду жить. Поэтому, когда мы вернулись уже в Штаты в 2016 году, мы уже были прибыльные. И поэтому я бы даже сказала, что инвестиции это больше как какое-то НЗИ и так далее. Хотя тоже, может быть, это не очень правильно, в плане того, что Кремниево долина как раз проагрессивное развитие. Мне кажется, как предприниматели, мы слишком осторожны, наверное. Ну вот. То есть здесь, получается, ребята больше рискуют? Да. То есть тут принято, вот ты поднял миллион долларов, спусти его, пожалуйста, за год, и приходи за следующими деньгами с результатом. Либо закрывай компанию. А у меня немножко к этому другое отношение, потому что обучение за рубежом, изучение языков, это то, чем я горю. Это не то, что вот я сейчас попробую идею, взлетит, не взлетит, и я поехала дальше. Для меня это, ну, как бы, может... И это, опять же, может быть, не очень правильно с точки зрения венчурных инвестиций видеть это как дело жизни. С другой стороны, мы видим много историй, когда люди строили какую-то маленькую историю, как сначала оказалось. Например, браузер, я не вспомню, что название, анонимный браузер, который строили 10 лет, который все говорили, что за фигня, и сейчас из-за того, что веб-трезирует блокчейн, он просто вот так вот взлетел, и оценка взлетела. 10 лет он был никому не нужен. То же самое-то, не знаю, Coinbase началась в 2012 году. Все-таки, что, блин, биткоин, да кому это нужно? Типа маленькая какая-то местечковая тема, что мы сейчас видим, миллиардная компания. Да, поэтому тут тоже вопрос про веру в идею и про то, насколько долго ты готов в нее верить. И вот как бы для меня идея того, что люди должны быть гражданами мира, говорить на языках, путешествовать, узнавать другие культуры, для меня это, как, не знаю, одна из основ жизни. Ну вот конкретно для Марины это основа жизни, и мне хочется, чтобы про это больше узнавали, поэтому я не могу относиться к этому бизнесу, как, окей, давайте подняли по роли, Аня полетела, нету вот этого Hockey Stick Growth, которого тут там в Кремниевой долине все хотят видеть. И типа, ну и ладно, буду следующую деятельность. Опять же, для кого-то это правильно, для кого-то это нет. Поэтому вот у меня вот так вот. Ты сказала, что вы после этого сразу начали выходить на прибыльность большую после поднятия инвестиций. Я изучила ваш сайт, и мне просто, вот мы сейчас будем объяснять для людей, которые, может быть, не очень понимают в бизнесе, или только начинают что-то. Я не очень понимаю, с чего вы зарабатываете, потому что у вас большая реклама написана на сайте, мы даем курсы дешевле, чем в тех же школах. То есть через эту школу вы получите дороже, чем если придете к нам. А тогда вопрос, откуда тогда прибыль, с чего прибыль, если получается, ну или у вас должны быть большие скидки договоренностей с этими школами. Да. Можешь объяснить этот момент? Потому что сразу такой, какая выгода тогда этой компании? Ты все правильно сказала, это комиссии. У нас комиссии со всеми школами, с некоторыми они повышенные комиссии, какие-то завязаны на объемы, какие-то на определенные географии студентов. То есть мы просто либо часть своей комиссии отдаем, либо у нас со школы договоренность, что они нам предоставляют какие-то эксклюзивные скидки. Плюс у нас дополнительно есть сервис, там визовый сервис. Плюс, опять же, когда мы сейчас говорим о тревеле, это уже не самая большая часть бизнеса. Мы больше переключились в онлайн-обучение, начиная с ковида. И сейчас мы работаем над своей платформой. Поэтому я бы сказала, что мы сейчас больше стали даже компанией по онлайн- изучению языка. Но понятно, что тревел-часть она осталась, никуда не делась и есть. А насколько вообще трудно или легко договориться со школами, чтобы они начали с тобой сотрудничать, отдавали какую-то часть своей прибыли? Вообще там довольно стандартное. Это не какое-то там, что ты должен, не знаю, долго выстраиваться с отношениями. Вообще стандартное, если ты регистрируешь компанию, то есть любой человек может, ну, я не знаю, если честно, любой или не вы, но вообще если есть регистрированная компания, и ты можешь, по-моему, там типа школа просит пара рекомендаций от других школ, чтобы тебя подписать. Там вопрос уже дальше начинается, самое интересное, когда начинается определенный объем, когда ты можешь показать, что на каких-то рынках монополист, ну, не монополист, а лидирующий, и тогда уже начинаются интересные отношения со школами. Вот тогда начинаются какие-то, ну, настолько интересные условия, что, ну, как бы, это становится интереснее всем. А, наоборот, если ты показываешь, что ты монополист, например, на... Сори, ну, у тебя большая часть рынка. Большой процент, да, например, из России ребят, которые едут, они начинают тебе больше предлагать, чтобы расширить эту аудиторию. Да, они начинают с тобой делать какие-то проекты. Ну, стандартный бизнес, да, когда ты для кого-то делаешь какой-то большой бизнес, вы начинаете более плотно взаимодействовать. Как сегодня работает LingvaTrip? Я так понимаю, ребята находятся вообще в разных странах мира. Почему я это спрашиваю? Кажется, что когда ты приезжаешь в Кремниевую долину, ты как будто бы должен, ну, возможно, я ошибаюсь, да, должен иметь здесь какой-то хотя бы минимальный офис, ребят. Но LingvaTrip просто онлайн-платформа, которая и работает в онлайне, как я понимаю. Все ребята на удаленке. Расскажи подробнее, где у вас находится офис? Есть ли он? Может быть, его и нет. У нас есть офис в Южном Сан-Франциско. У нас... Раньше мы три кофаундера были здесь. Третий наш кофаундер переехал жить во Флориду во время ковида, опять же. Тут вопрос, как бы, опять же, если ты строишь компанию с целью, чтобы тебя кто-то здесь купил, естественно, тебе очень важно, чтобы в идеале у тебя были наняты экс-сотрудники Uber, Airbnb и так далее, потому что очень много аквизиционов здесь происходит, чтобы купить как раз вот эту команду. Но, опять же, я говорю изначально, у нас немножко другое. Мы хотим строить из этого большую историю, потому что мы верим в эту идею. Это не бизнес. Если бы мы делали бизнес, который через два года мы хотим продать и сами там пойти, ну, как обычно, ты продаешь, и еще на четыре года еще сработаешь в этой компании, у тебя классные деньги, там, сток-опшен и так далее. Если ты делаешь историю такую, то, да, ты нанимаешь здесь, что очень дорого, поэтому ты поднимаешь огромные раунды и так далее. Поэтому есть просто разные подходы к бизнесу. У нас, опять же, подход про то, что... Ну, не про то, что вот продаться вместе с людьми и пойти куда-то работать на несколько лет. Вот, да, поэтому у нас, да, по всему миру ребята и в Штатах, и в России, и в Украине, и в Беларуси, и где только нету. Я так понимаю, сейчас большую часть времени посвящает компании Дима. Какая у вас вообще роль, какое у вас распределение обязанностей, и что сейчас за тобой осталось? Дима директор. Я прихожу, ребята, у меня идея. Мне нужен маркетолог, продуктолог, методист и так далее. Так, мы сейчас будем собирать продукт. И все такие. У нас как бы есть план. В общем, я человек, который, вот, давайте... Или там пишу. Слушай, мне нужно срочно вот это, вот это. То есть я прихожу с какими-то такими проектами своими, ну и плюс участвую в каких-то, ну, там, стратегических моментах обсуждения. Но в основном это Дима, команда, ребята, и у нас прекрасная сейчас сильная команда, поэтому я прям довольна, что я могу просто вот действительно делать то, что я больше всего люблю, это придумывать продукты, придумывать, как делать маркетинг и так далее. Какие у вас вообще планы развития? Я слышала, что в том году ты говорила, вы собираетесь изучать рынок китайский, вы хотите уходить туда? Что-то у вас продвинулось в эту сторону и смотрите ли вы по-прежнему на Китай? Слушай, с Китаем интересно. Он, на самом деле, китайский рынок, это когда ты должен... Ну, как бы у нас вообще были планы до ковида еще поехать туда и пожить на полгода, потому что это то, как ты понимаешь рынок. Первый наш шаг был вывести мои англоязычные ролики на Били-Били, на платформу, которая китайская. У нас сейчас там больше 100 тысяч подписчиков, и у нас очень классный контракт непосредственно с платформой за то, что мы им предоставляем эксклюзив. Но, если честно, с точки зрения именно продаж и с того, что у нас нет локализации на китайском, у нас нет китайской компании, мы это делаем через посредника, я бы не сказала, что это такая значительная часть выручки. Это просто интересный эксперимент, и понятно, что, чтобы с этим экспериментом продолжать, надо ехать туда. То есть сейчас как бы ты доверяешь кому-то там, потому что ты сам не можешь делать для себя бизнес, и это не очень мне нравится все. Поэтому Китай, он есть, и остается это интересное направление. Но я бы не сказала, что это какая-то основная часть нашей повестки сейчас. Да, я просто видела интервью, в котором ты прям заострила внимание на Китай, и мне было интересно, что вы как будто изучили, знаешь, уже здесь рынок, как работает, как работает с Европой и Россией, и поэтому уходите туда в Азию, а Азия, мне кажется, это вообще другая планета. Она очень интересная, да, она абсолютно другая планета, и мне кажется, нужно там действительно физически находиться, чтобы понимать и ощущать эту культуру. Какие тогда следующие шаги, которые вы в LingvaTrip хотите достичь, вот сейчас вы себе ставите? Может быть, это на десятилетие растягивается, супер-грандиозно, если можешь этим поделиться. Мы сейчас, я говорю, мы строим платформу свою, которая, я думаю, код, я не знаю сколько. Это что, будет приложение для обучения языка? Это будет приложение адаптивное, да, которое под тебя будет подстраиваться со своим алгоритмом внутри. Я даже боюсь сказать сколько... Просто мне не хочется тоже, знаешь, там на коленке какие-то приложения выпускать и так далее, поэтому это займет какое-то время, да. И сейчас, ну сейчас самая начальная стадия этого всего. Блин, как-то очень интересно, если... Если нас смотрят продуктологи, пишите все контакты мои. Да, вот это сейчас наша самая большая проблема, найти продуктолога с опытом разработки крутых приложений и... А если в таком случае, например, обращаться, искать тех, кто, например, там, EnglishDom тот же сделал, или какие-то уже приложения с английским языком связаны, они хотя бы в рынке, они понимают, как это можно устроить. Вы через это не идёте? Не обязательно. Ну, это не... На самом деле это не всегда правильно, потому что у человека есть уже определённое понимание, как он это делал, да. А у нас немножко, например, другую. Поэтому я бы больше даже ориентировалась на людей, которые строили там... Не знаю, ну, короче, что-то не связанное, может быть, с языками непосредственно, может быть, с обучением больше связанное, в общем. Там тот же ByJune. Ну вот, если посмотреть, самая сейчас крупная образовательная компания в мире, это компания, которая основала девушку, это, по-моему, пара из Индии, ByJune. У них причём, ну, супер такое базовое приложение, но за счёт того, как они делают маркетинг и за счёт того, как это всё развивается, они одна из крупнейших компаний в мире. Марин, вы с Димой начинали компанию вместе, у вас семейный бизнес. Но есть такой очень устоявшийся тереотип, если хочешь начать бизнес и никого не потерять, не строя в этом с семьёй, с друзьями и так далее, лучше сначала найти партнёра, потом с ним подружиться, чем ты изначально берёшь друга и делаешь из него партнёра. Как вы договариваетесь с Димой, если у вас возникают какие-то спорные моменты, и, может быть, посоветуешь ребятам, которые сейчас начинают вместе и не могут разделить личное и бизнес? Очень можно в этом плане ошибиться, знаешь, и развести и сусловно. Мне кажется, в общем, надо посмотреть, сколько вы, в принципе, ссоритесь. Если часто конфликты, они с тобой должны быть в бизнесе. Мне кажется, мы с Димой всё время поссорились, типа, там, два раза, и один раз мы целую ночь не разговаривали. Ну, типа, что-то такое. Ну, это больше какая-то эмоциональная фигня. Это так мало за столько лет. Просто мы, ну, мне кажется, во-первых, у нас общее понимание, что хорошо, что плохо, а во-вторых, у нас разная зона ответственности, и я как бы понимаю, что стратегически он намного дальше смотрит, чем я. А я, например, если смотреть, там, что нам делать завтра, я больше как бы вот так вот понимаю, на краткосрочном горизонте планирования. Поэтому, да, ну, и как бы когда у вас ценности совпадают, я не знаю, в общем, это очень сложно давать совет, потому что, как бы, когда ты даёшь советы, ты должен, по идее, посмотреть разные ситуации, понять, как это в целом работает. А у меня вот одна ситуация. Вот он мне на десятый месяц встречания предложил открыть компанию, и сказал, окей, давай попробуем. Вот, поэтому, да, мне кажется, что если вы, в принципе, как бы смотрите в одну сторону и понимаете, у вас одинаковые ценности, я думаю, самое главное. Хорошо, а о чём тогда нужно на берегу договориться со своим партнёром, неважно, муж это или нет, чтобы у вас не было каких-то конфликтов в будущем? Кто финальное решение принимает, за кем слово? Получается, в вашем случае это Дима? Дима, да. Это по процентному соотношению, просто, что у вас есть в компании? Да, и по процентному соотношению тоже, да. Марин, я обещала ребятам, которые нас посмотрят, показать твой дом. Давай начнём вообще с цены этого дома, сколько здесь стоит аренда. Мы когда ехали, я увидела очень благополучный район, в плане того, что здесь тишина, очень много зелени. Вначале кажется, что какая-то деревушка, потом, когда заезжаешь, красивейшие дома, очень много пальм, очень живописно, мне, по крайней мере, нравится. Здесь очень спокойно. Расскажи про цену этого дома. 7,5 тысяч долларов стоит аренда в месяц. И это ещё хорошая цена для местного района, потому что мы снимали в ковид. Мы снимали, когда все цены упали, и мы просто схватили его, вот как только он вышел на рынок. Ну, схватили в онлайне. Друзья пришли, посмотрели, сказали, что он старый, тебе не понравится. И говорю, берём. То, что мне нужно. Да, 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 да. Это как и все равно. Да, надо сказать, что в ковид в целом здесь в Штатах легко было снять жильё, потому что давали либо скидку на месяц, либо вообще на два месяца, либо снижали порог документов, которые не очень... Не так сильно смотрели, например, на этот же кредит с корма, не закрыть глаза. И поэтому ребятам тоже легче было снять в том же Лос-Анджелесе. Я всё равно прислала презентацию. Презентацию? Да, мы сначала подавались на этот дом, не на этот, сори, на дом в Лос-Алтас-Хиллз в, по-моему, в мае 2020-го, и нам отказали. Я пишу своей подруге, которая тут по соседству служёт, говорю, Марин, нам отказали, что делать? Она такая, а ты презентацию себе прислала? Она такая написала презентацию о семье с фотографиями. Кто вы такие? Откуда вы занимаетесь? Я говорю, не прислала. Я говорю, я тоже первый раз такое слышу. Он говорит, презентацию и на 200-300 долларов больше предложить. Я такая, нормально, я поняла. Ну, то есть нам отказали? Прямо вот так вот отказывали. И когда уже мы на этот дом подавались, я, естественно, сразу, у меня уже готовая презентация, какие мы там в семье, а вот такая вот, чем мы занимаемся. Я не стала предлагать больше денег, потому что был уже вообще совсем разгар ковида и локдауна. И я понимала, что довольно долго дома на рынке стоят, это там через две недели только, это долго. И поэтому мы сразу на этот дом подались и, да, увидели. Давай посмотрим вообще, что находится в нем внутри. Да, конечно. Да, как у вас расположено? Надо сказать, что сразу, когда заходишь просто с порога, можно увидеть, что в семье есть блогер. Да, это гостиная. Очень удобно, что здесь гостиная разделена на три зоны. То есть детская зона, вот эта вот зона, как, не знаю, это больше используется, когда у нас гости какие-то приходят. Мы вчера вот в десятером на полу сидели тут. Вот, потому что больше здесь было, ну, как бы так, не рассадить было людей. Здесь зона, как отдельная, как это называется, Дэн, это Димин офис. Здесь Дима работает и занимается своими тренировками, своего рейсинга. А такое понятие, как Дэн, я первый раз услышала здесь. Это, типа, под кабинет они делают, да, зонт? Типа, да, как закуток, мне кажется, закуток под офис. По идее, можно, мне кажется, в спальне, если что, если при желании детскую спокойную, мне кажется, ну, например, да, вот тут вот, ну, потому что вот эти двери закрываются, вот, и туалет тут за углом, поэтому, мне кажется, удобно. Ну, вот, да, пока это область. Вот, а потом здесь очень удобно, вообще, это изначально, как бы я была, столовая в доме, но мы здесь сделали детям через окна, если мы готовим дети тоже рядом, мы все это можем контролировать, вот, у них тут все такое светлое. Ну, да, значит, это окон этих шикарных, мне кажется, в любом доме добавь такие окна, и он сразу преобразится даже самому. Да, в общем, свет это очень важно в доме, это прямо то, что настроение создаёт. Да, сразу из этого, получается, мы выходим на кухню, и она у вас достаточно просторная для... Да, мы тут, как настоящие русские у Стэма посиделы на кухне, к нам гости приходят, вот тут вот садимся, раздвигаем стол, если много народу приходит, вот, да, и... Какой твой самый любимый предмет на кухне? Я смотрю на кофемашину и задаю эту вспомню. Смочаю кофемашину. Кофемашина – это одна из лучших инвестиций, потому что мы перестали вообще ездить за кофе, и вообще где-либо его брать, потому что у нас дома такой вкусный кофе теперь, что мы всё время пьём. Ещё очень люблю вот этот вот сервиз, потому что у него прикольная история, мне очень захотелось, когда я была беременна, сказать, беременна, и у тебя интересная мысль. Мне захотелось хрусталь. Вот. И это... Этот хрусталь мы нашли на... Есть такой Alameda County Fair каждую, по-моему, субботу, первую субботу месяца. Ярмарка, да. Ярмарка, да. Как от... Старых всяких вещей. Ага. Вот. Антиквары. Ну, что такое? И я купила весь этот сервиз, типа там сто с чем-то долларов, а потом стала смотреть просто отдельные вазочки, они там по 300-400 долларов во всяких магазинах стоят, это Waterford, а теперь ландский... Хрусталь. Мне кажется, прикольная простая история, что ты к нам внучки нашел какую-то... Какая-то штука. Ну да, кофемашина — это стопроцентный победитель рейтинга любимых вещей на кухне. А расскажи, вообще, когда ты выбираешь такой дом, на что ты смотришь прежде всего, если у тебя двое детей? Район, чтобы было безопасно, чтобы не было там... Ну, не знаю, мы жили в Сан-Франциско, в районе, который хороший, но иногда ты выходишь и шприцы лежат на... Ну, а, представляешь, ребенок, он все хватает и в рот. Ну, как бы, ты, если двое детей разбегаются, ты всегда все можешь проконтролировать. Мне было важно, чтобы было безопасно, чтобы было тепло. То есть, опять же, в Сан-Франциско, Эмили, когда родилась, мы ходили гулять, мама привезла из Финляндии вот этот финский этот комбинезон, который, ну, как бы, зимний. Ну, потому что такой ветродуй очень сильно мы около океана жили. Постоянный ветродуй, выходить с коляской там в лифте, а здесь просто ты вот так вот с коляской, все, ты на улице, тепло постоянно. То есть, можно спокойно там выйти в пижаму с утра, посидеть, кофе попить на балконе, не переодеваясь, не издеваясь, не кутаясь. Вот эти теплые летние вечера, которые, знаешь, просто, опять же, я из города, где там 6 месяцев там снег может лежать и темно, и для меня лето все это было как отдельная маленькая жизнь, а здесь эта жизнь, она почти круглая. Сигнал, да. Вот, понятно, есть зима тоже, как прохладно, январь, я в шапке хожу и в перчатках, если я тут, ну, прямо потому, что холодно очень ночью, вот, но у тебя почти все время. Вот эти вот летние вечера, вот этот вот теплый ветерок, ну, я просто обожаю этот климат. Потом у нас очень хороший даунтаун, то есть, если вот вечером хочется прогульнуться, в ресторанчики сходить, то Ла Салтес даунтаун, мне кажется, один из лучших в Кремниевой долине, здесь очень милый ресторанчик, у нас открывается как-то Беври, грузинский, представляешь, открывается прямо у нас в городе, мы раньше ездили в Палальто туда. Мне все время хотела жить в городе, в котором ты открываешь газету местную и основная новость это там, ты что, не знаю, давай вот эту. Значит так, основная новость нашего города на этой неделе, мы посадили дерево номер 300 вот в нашем городе. Вот это вот мне, вот эти новости не нравятся. В России была попытка, знаешь, есть издание городского репортера, у них была попытка хороших новостей, и потом эту идею перенял вечерний ургант, и у них было, это здорово, это здорово, это очень хорошо, ну как раз это чисто хорошие новости для ваших газет. У нас прошел, исполнилось 75 лет параду животных. Вот я всегда хотела, чтобы новости моего города выглядели именно так. Вот, 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 вот. Марин больше мечтает, просто все забывается. Марин, как сейчас ты выстраиваешь работу, у тебя появилось двое детей, и у тебя появились другие платформы, когда ты выходишь, ты же начала делать активно шорт, тикток, у тебя три канала, у тебя бизнес, где даже, чтобы принести идею, нужно, чтобы мозг был свежий, чтобы мог думать, ты постоянно выезжаешь, ты ездишь к ребятам, стартаперам, которых ты инвестируешь в Лос-Анджелес, я видела. как ты вместе с детьми выстраиваешь свою жизнь, как у тебя изменилась жизнь после появления и насколько сложнее стало, например, выстраивать работу. Да, я сегодня только об этом думала, если раньше я намного больше ездила, то есть я была намного больше мобильная, то сейчас, типа, мне так неохота вообще куда-либо ехать, мне так хорошо тут с детьми, ну, типа, настолько выстроен быть, что, если у меня какая-то поездка, я стараюсь вот на тот ивент, который на карат мы ездили в Лос-Анджелес, то есть мы уехали с утра в Лос-Анджелес 6 часов, я отработала, ну, отработала, сделала ивент, мы заехали в Виривон, сняли ТикТок и уехали домой в этот же день, и вечером мы уже были дома. И потом мы ехали тоже буквально на одну ночь, чтобы мы сходили на мероприятие, поэтому все мои поездки в Нью-Йорк я летала на 2 дня просто, я слетала, это фотосессия, потом срейсила с людьми и обратно. Короче, мне не хочется оставлять их надолго, но и с ними путешествовать пока тоже тяжеловато. То есть мы поедем в Лос-Анджелес в июне, мы поедем все вместе, но мы поедем на машине, это легче. 6 часов с ними лететь, сейчас вдвоем, ой, в смысле вдвоем, с двумя детьми, это немножко напряжненько. Вот Мексику слетали в декабре, мне кажется, мы до сих пор в отходнике после этой поездки. Как бы в чем это отпуск получается? Это был отпуск, но это был не отпуск. Даже не работали. Потому что один ребенок бежит около бассейна, второй ест песок, и ты вот так вот за ними, немножко подрасти, чтобы они тоже кайфовали от путешествий. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшие пару лет я буду тут сидеть, ну, мы будем так. Ты когда говорила, что не хочешь оставлять ребенка, детей надолго, поэтому ты сейчас мотаешься одним днем, может, если есть максимум там два дня, у многих мам возникает чувство вины, когда они хотят, они хотят работать, они не могут дома сидеть 24 на 7, у них не нужна необходимость работать, выходить. Но при этом, когда они выходят работать, они чувствуют вину за то, что они сейчас оставили ребенка. Было ли у тебя такое, и как ты с этим справлялась? У меня это есть, и я даже знаю, откуда это идет, потому что моя мама не работала первые три года, она сидела только со мной. И я, ну, как бы, думаю, что, наверное, я что-то неправильно делаю, что я оставляю ребенка. С другой стороны, я смотрю на мам здесь, которые первые шесть недель сидят с ребенком, а шести недель отдают ребенка в ясли, и это стандартная ситуация, если ты хочешь работать, потому что, ну, как бы, тут еще тут очень интересно получается, что когда ты выходишь на работу, твоя зарплата в среднем это примерно сколько стоит ясли. Ну, в общем, тут это все все равно, ну, это сломанное, и это нехорошая ситуация, но ты видишь, что это реальность, в которой живут женщины в Кремниевой долине. Если они хотят оставаться релевантными на рынке, то они там через шесть недель, ну, там, компании побольше дают, по-моему, три месяца, и они выходят на работу обратно, и как бы просто мы выросли в... Ну, я выросла в такой среде, что для меня мама там на три года отказывалась от карьеры, но это не обязательно золотой стандарт, да, это вот был выбор моих родителей, а мой выбор, я понимаю, что я не могу, ну, вот Лили родилась, я через неделю вышла на работу, потому что с Эмили я на вторую неделю, я не могу, ну, типа, мне нравится, я же люблю то, что я делаю, вот, поэтому... Да, поэтому вот так, но, конечно, было бы классно, если бы тут декрет побольше был, ну, в плане того, что даже чтобы ты выходил не сразу на целый день, а как-то из дома, там, по несколько часов. Ну, в этом плане классно, то есть, какую-то работу выполнять у себя в студии, которую мы посмотрим, и из-за этого, да, понятно, что в этот момент ты не можешь уделять время детям, но хотя бы ты в доме находишься, если что-то вдруг, ты здесь на подхвате, сюда включишь, но, исходя из этого, мне тоже хочется ответить просто, как я по себе сужу, как всё успевать, когда ты хочешь очень много, тебе нужно много сделать, ты уже что-то сделал, тебе нужно тогда работать. Команда. Я просто бесконечно благодарна моему менеджеру по YouTube, с которой мы работаем уже с января 2021-го. Это просто моя незаменимая правая рука, которая придумывает мне темы для видео, анализирует комментарии, делает ресерч, делает скрипты, работает с монтажёрами, делает с монтажёрами короткие видео, постит их, следит за тем, что всё вовремя выходило, согласовывает рекламные интеграции с моей менеджером по продажам, которая, в свою очередь, работает с брендами, пишет им, говорит, мы с вами делали интеграцию, давайте ещё сделаем, поддерживает крутые отношения с агентствами. Это мои монтажёры, которые в Украине, сидя в бомбоубежище, сводили мне видео. Ну, в общем, монтажёры в России. Ну, короче, это всё команда. Если бы не они, естественно, вообще ничего бы этого не было, я бы не справилась. И мне кажется, что люди, и там ребята, которые школу мою делают, которые всё-всё время на подхвате, и мне только присылать чётко, Марина, сегодня, пожалуйста, сними вот такое видео, расскажи, пожалуйста, про вот это, и вот твоё презентацию на завтрашний урок. Ну, типа, вот это же, ну, как бы, это всё они. А до этого это было без менеджера и ютуб-канала? До этого была с менеджером, но мы, у меня они довольно часто менялись, потому что, как бы, как получилось, это менеджер выпускница моего курса по ютуб-менеджменту, поэтому она как бы чётко делает, как я научила. А предыдущий я брала просто ребят и пыталась как-то сама по ходу обучать, вот, из-за того, что это было как бы неполноценно по ходу. Ну, кстати, моя первая менеджер, первая менеджер стала ютубером, вторая моя менеджер, она сейчас менеджит компа, этой, Toyota, официальный канал и с Disney, по-моему, работает, то есть её в продакшн взяли на англоязычном пространстве, её забрали и прямо были очень, она мне недавно писала, что они просто в восторге типа от знаний, которые у неё и так далее, ну, типа, круто. Но это целый новый мир вообще. Люди, которые помогают блогеру, ну, как бы, вот эта вся экономика креативности. Как ты думаешь, почему Дива-канал так хорошо вырос, особенно американский? Потому что американский как будто даже сильнее пушан у себя. Конечно, да, ну, потому что аудитория просто больше, ну, как бы, на английском, когда ты вещаешься, просто больше, больше выгод. Почему он вырос? Ну, ты сама можешь бы ответить на вопрос, почему такому количеству людей интересен твой контент стал, что они пришли и остаются. Да, если конкретно про Лингву Марину говорить на Ютубе, ну, вот, как бы, мне кажется, что самое важное это понятие, я его по-английски называю relatability, то есть, насколько ты можешь видеть в человеке себя. Я не носитель языка, который выучил английский, который в Америке его практикует, да, и мне кажется, если вот посмотреть на список каналов, если взять топ-10 каналов по английскому в мире, я как раз в них хожу, и мне кажется, как раз потому, что люди хотят учить английский так же с теми, потому что они наверняка смотрят каналы носителей и так далее, но им хочется видеть вот эту вот, какой-то пример, что человек может, прожив 25 лет в другой стране, говоря на русском, в итоге выучить английский и использовать его как инструмент в своей жизни. И вот как раз методы, про которые, ну, как бы, я рассказываю свою историю, как я училась. Естественно, носители про это не могут рассказать, потому что они родились этим языком. А вот как раз вот это вот, то, что ты, а, окей, вот это точно для нее работает, точно может быть вот это попробовать, кажется, это просто немножко другой подход, который может дать только не носитель языка. И я думаю, что в этом, основная тема, плюс, наверное, какие-то личные истории. Мне всегда кажется, что когда даже ты чему-то там учишь какому-то там, не называй себя каким-то учителем и так далее, просто ты рассказываешь про какой-то предмет, очень важно личное отношение к этому рассказывать и личную историю, чтобы люди проникались еще тобой, как человеком. Вот. Ну и плюс, естественно, когда ты понимаешь, как работает алгоритм, ты так, никогда не говори, как ты-то-ты. Естественно, это все, у нас есть определенный тип обложек, который мы знаем, там сто процентов, что зайдут. У нас есть определенные названия, там speak English fast, understand natives, мы знаем, что это видео просто, ну, в любом случае будет один из десяти, когда ты его выложишь. Вот. Просто, да, какое-то понимание того, как работает площадка. Есть определенные правила, по которым нужно играть, это вопрос тех же разоблачений и так далее. Естественно, когда ты ставишь на обложку человека, какого-то, которого узнают, когда ты пишешь какую-то провокацию на обложке, которая разодевает, естественно, это будет привлекать внимание. И хочешь ты или не хочешь, если ты хочешь расти на площадках, ты должен играть в эту игру. Ну, и как бы все понятно. Вопрос, насколько ты готов в эту игру играть и насколько тебе позволяет там совесть или твои правила, что в итоге будет внутри видео. Потому что одно дело, ты можешь снять, ну, не знаю, я тоже этим занимаюсь на YouTube, да, я написала, пора возвращаться, недавно влог был. Естественно, и там вот такая вот, я стою, естественно, все кликают, я понимаю, что когда я так называю видео, люди будут думать, что там возвращаться, наверное, из США в Россию, там, но я рассказываю, потому что пора возвращаться в какое-то русло, да, и все-таки начать что-то делать. Вот. Понятно, что вот эти вот двояки какие-то, ну, ты как журналист прекрасно понимаешь, как делаются все вот эти вот заголовки и так далее. Вопрос, насколько ты готов, но как бы в этом нужно играть. Огромный крутой пример Грэм Стефан, который номер один блогер по инвестициям и финансам в США, у него каждую неделю падает рынок, в США приходит конец, всему конец, он все распродает. Это каждую неделю. В итоге, ну, видео, да, действительно, может быть, он там продал часть своих акций Тесла, потому что он там не верит в это и в это. Или, ну, я не знаю, продавал или нет, сори. Но, в любом случае, у него потом там идет объяснение, почему он выбрал такое название, обложку, и как бы все в итоге получается логично. Вот, но понятно, что он использует вот эту вот тему, и это то, как ты продвигаешься на площадках. Это студия, где я, в принципе, записываю, ну, большую часть своих роликов. Я сейчас стараюсь еще больше выходить в поля, делать блоговые какие-то ролики, но это вот стаб, который стандартный мой. А расскажи, мне дико интересно, я надеюсь, что ребятам тоже, которые смотрят нас, что у тебя здесь находится, какую камеру ты используешь, какие у тебя микрофоны, как ты это все записываешь технически, может быть, у тебя несколько камер для улицы одна. Камер, да, у меня две одинаковые, Alpha 7C, это Sony, они очень классные, потому что они не кропнутые, то есть, фулл фрейм, у них экран, который открывается, то есть, ты себя можешь видеть, и компактный довольно, то есть, я раньше, это моя любимая камера в плане картинки, это 5D Mark IV, ну, блин, это увесистая штука, вот, и у него нету открывающегося экрана, но все равно, на самом деле, я стала видеть, видно, что цифровая камера вот эта, а это зеркалка, и все равно не такая четкая картинка, например, вот, поэтому я пользуюсь Sony, теперь, ой, я немножко двинула свет, да, вот этот микрофон, это для записи voiceover, то есть, когда тиктоки свои делаю, я записываю voiceover, и для всяких созвонок, может, выступлений на конференции, потому что можно там, ну, напрямую в компьютер, видео я свои снимаю на петличку, вот это, у меня еще есть другой микрофон, не знаю, важный, это, пушка, МКЕ, Sennheiser MKE, 900, он, MKEH 418, это если, мне неохота одевать петличку, но в последнее время я снова одеваю петличку. Мне кажется, он так антураж даже добавляет, если ты снимаешь в студии, и у тебя стоит микрофон. Да, ну, это прямо, каждый уважающийся подкастер, мне кажется, хочет такой микрофон, я тоже как-то мне это захотела. Это свет, я так понимаю, что это самый дорогой из любительских, и самый дешевый из профессиональных, это этот, Aperture, Aperture, да, 120D. Это мне посоветовал мой друг, который делает, у него прям курс, типа, как оборудовать студию в доме, вот, и он мне сказал, что уже должен быть обязательно свет сверху на твои волосы, что это добавляет какой-то студийности в листюнести волосам, и как можно больше это тоже, он мне все посоветовал, это, мне мой фотограф подарил лампу, которая такая просто атмосфера стоит, и вот эти вот филипсовские две штуки, на которых можно менять цвет, свет, и у тебя как бы студия по-разному играет. Ну, и два плаката, которые символизируют мой канал, Сан-Франциско, и Кремниевая долина, это 86-го года, по-моему, плакат с компанией, которые тут были. А что касается уличных съемок, ты используешь эту же камеру, просто и ставишь на статив, и все. С стативом, и есть еще одна. Скажу ее. А, это Sony ZV1, тоже с экраном, и с таким микрофоном, с Sennheiser. Но она намного легче, наверное, просто. Намного легче, но у нее не такая красивая картинка, как у нас. А если ты в целом идешь просто и вот так себя снимаешь, это все телефон, а, это все она. Так, мы переместились плавно в спальню, в огромную, да. Здесь у меня зона, это все равно офис, потому что в студии темно работает, то есть ты не хочешь в темноте сидеть, это основное рабочее место, где все рабочие сезоны, и так далее. Периодически я тут тоже снимаю. Я недавно стала работать с... Ну, как у меня подписчик, дизайнер интерьеров, он мне просто немножко помогает, но он рукается на меня, что я уже шесть месяцев не могу нормально взяться, но все равно мне прислала вот эту вот штуку, чтобы... Так освежая сразу. Мне так нравится, это моя самая любимая картина, когда есть пальма. Я обожаю пальмы. Вот, пальма, океана, это вот какая-то тема. Вообще, если самая такая любимая тематику, это Лос-Анджелес 60-70-е, вот этот вот прям я просто обожаю. И вот это, тоже терраторы автомобилей, пальмы, в общем, очень такое настроение. Да, и как вы используете первый этаж? А там ребенок, сейчас с ней, я не знаю, не спят. А, это получается детская как раз там находится? Там детская, там вообще детское отделение, там у них своя гостиная с кучей игрушек, у них там свой туалет, своя кухня, свой холодильник и своя спальня. То есть, если, например, маме надо работать, да, очень тяжело, если ребенок тебя слышит, в год он не понимает, что работает, он бежит и хочет к тебе. Вот, а когда они уходят вниз и у них свой выход в сад, мы же в сад пройти. О, давайте, давайте в сад пройдем. ты сказал им в своем как раз последнем выпуске, что ты, как креатор, получила недавно инвестиции, в том числе на канал. То есть, не только Лингва Марина, как все знают, получила инвестиции, но и твои три канала. Расскажи, пожалуйста, как вообще это работает, где, куда ты пошла за инвестициями, кто их дает, если будет попроще, да, и как ты им можешь распоряжаться? Только на один канал, только можешь тратить, ну, что дали, например, под него, либо на все. Могу как угодно тратить, хоть купить дом, вообще все, что угодно. Это кремнедолиновский тип инвестиций, которые тебе дают деньги, как в Кремниевой долине, как работают инвестиции на ранних стадиях. Я считаю, типа, ранние стадии. Вот, тебе дают денег, получают долю какую-то, и если у тебя в итоге большой экзит, ну, это, типа, считается, одна из десяти компаний у венчурных инвесторов, то они окупают все остальные там десять компаний и получают хорошую прибыль. Вот, это не те инвестиции, когда ты там, не знаю, ходишь и... Где ваша выручка? Я не знаю, как это представляет. Ну, короче, кремнедолиновский стиль инвестиций это пассивные инвестиции. Ты положил, и там смотришь, если компания экзит, супер, если нет, то нет. Вот я проинвестировала в прошлый год в десять компаний. У меня даже ни малейшей надежды нет, что эти деньги ко мне вернутся. Я инвестирую, потому что мне интересно, потому что это какой-то определенный я узнаю много талантливых, кого я могу впоследствии нанять. Да, есть вероятность, что может быть через десять лет пара компаний выйдет на IPO, и я верну себе эти деньги. Но как бы это супер рискованный вид инвестиций. Надо начать, я думаю, с этого. Второе. Инвестор, основной мой Slow Ventures, это компания Сэма Лесина и Дэйва Морина. Они, Сэм, бывший сотрудник Фейсбука, их Марк Цукерберг купил там на ранней самой стадии Фейсбука, потом он, соответственно, ушел, оттуда основал свой фонд, и у них познакомили нас братья Либерманы, мои близкие друзья, с которыми мы познакомились уже в 2015 году, они тоже в это время, ну мы все там примерно в одно же время перебирались. Идея в том, что толковые люди за свою жизнь пробуют много разных вещей, не обязательно первые там несколько вещей у них получаются. И почему вместо того, чтобы нам ходить за толком предпринимателям, в которого мы верим, почему бы нам просто не дать денег ему конкретно, как человеку, и иметь долю во всем, что он будет делать в дальнейшем. С точки зрения ранних инвестиций выглядит так, что это наиболее правильный вариант, чем пытаться там каждый раз оценить, а вот это правильный рынок или неправильный. Потому что есть статистика, что, по-моему, если человек поднял на две компании инвестиции в Кремниевой долине, то с вероятностью 11% третья компания станет миллиардной. Это уже работающая статистика здесь. Поэтому идея появилась, что нужно инвестировать в предпринимателей. Ребята учредили специальный фонд сами, Либерманы, Сэм сделал специальный фонд внутри своего фонда, и они начали инвестировать в предпринимателей. И вторая гипотеза, что креаторы с развитием экономики и креативности, с тем, что мы сейчас будем переходить там, все надеются, в Web3Zero, где креатор не зависит от платформы, где он как бы владеет данными о своих подписчиках и так далее, что доходы будут все только увеличиваться и что у креаторов будет больше власти. Поэтому расчет на то, что я буду Джеффом Безосом среди креаторов, что я буду одним из первых креаторов, кто сможет выйти на IPO. И, соответственно, да, я подняла венчурный раунд 1,7 миллиона. Взамен на 5% прибыли от моей креатор-кареер. Это очень большие деньги для креаторов. Просто получается, что сейчас они настолько верят в креаторов, что готовы давать такие деньги. И ищут еще креаторов. Да, я к этому и веду даже. Да-да-да, у них тема такая, они ищут креаторов. Они недавно взяли уже человека, который раньше... Ну, как бы я была их первая сделка, мы с Сэмом работали лично 6 месяцев, чтобы структурировать эту сделку, потому что это первая в истории такая сделка. Ну, вот я больше про другие не слышала пока. Точнее, они уже там закрывают других, у них другие креаторы уже есть. Но со мной они это делали в первый раз. и как бы тезис у них звучит так, что у человека должно быть больше 100 тысяч подписчиков, человек должен уже какое-то время постить на канал и иметь предпринимательскую как бы изюминку. Не то, что я вот почу-почу, а как я это буду дальше развивать. Что я буду делать, чтобы контент жил там, если я даже прекращу что делать. Может быть, это какие-то там, не знаю, проекты, компании и так далее. Вот. И сейчас, да, они активно, я так понимаю, общаются с другими креаторами тоже. И сейчас основной, на самом деле, основная проблема вот в этих инвестициях людей, это рассказать миру, как это работает, что это возможно. Я надеюсь, что я стану тем примером, где я расскажу, что это для меня классно, как для блогера, который получает деньги вперед, который может их сейчас инвестировать в стартапы, инвестировать какие-то свои проекты и распоряжаться ими как хочет. А для инвесторов это классная инвестиция, потому что, например, может быть, я надеюсь, через 6-7 лет у меня будет какая-то большая сделка, когда у меня будет там свое шоу инвестициировать прибыль. А расскажи, пожалуйста, сколько сейчас затрат у тебя уходит на YouTube, потому что все знают только сторону прибыли, но часто ребята не рассказывают, а сколько они вкладывают и тратят. Даже на своем канале небольшом мне уже спрашивают, ой, ну у тебя же канал, ты с него наверняка зарабатываешь, а я пытаюсь объяснить, что сейчас я наоборот только вкладываю. Но тем не менее, у тебя тоже сейчас есть расходы на канал. Естественно, есть. Ну, команда самые большие расходы. Ну, тысяч, наверное, 10-15 это команда по каналам и кто отвечает за рекламу. Это за месяц? За месяц. То есть, три канала, сколько это человек? У меня два монтажера длинных роликов, один монтажер коротких роликов, менеджер канала и человек, менеджер по продажам. А менеджер канала ведет все три твоих канала, правильно? Я понимаю. Да. Человек по обложкам просто пытаюсь параллельно вспомнить, что есть еще ассистент, еще периодический оператор. Ну, короче, это надо считать. Это действительно расходы, да. Продакшн дорогой, особенно если хочешь с оператором снять и хорошо свести. Вот я на выпуск со Стэнфордом, я даже боюсь считать точную цифру, но мне кажется, больше трех тысяч долларов было. И я просто хотела сделать красивую картинку. Вот красивая картинка в Кремниевой долине стоит вот столько. Ну, у тебя там было еще и много героев. У меня было много героев. Ты одного героя посадил, да. Конечно. Два дня съемки. Я брала редактора и монтажера. Ну, в общем, еще со стороны. Ну, в общем, да. Дорогой выпуск получился. В общем, ребят, YouTube иногда это очень дорого, несмотря на то, что это и очень прибыльно может быть. При этом не обязательно. Ну, вот в корреляции продакшн-просмотры ее нету. Это вопрос, хочешь ты заморочишься или не хочешь. Две стратегии ведения YouTube. Ты можешь быть все время на хайпе, ты можешь идти к самым там, ну, вот, дует Собчак и так далее. Ты идешь к самым там популярным сейчас, горячим. Это журналистика. А есть блогинг? Когда ты... Или там ты мистер бист, у тебя каждый выпуск отдельно. Когда ты строишь блогинг вокруг человека, конкретно своей жизни, ты не можешь... Ну, как бы... Нет, наверное, можешь каждую неделю делать конец света, как делает Грэм. И то у Грэма тоже, по-моему, 2 миллиона подписчиков, там 300-400 тысяч просмотров. Как-то так. То есть, во-первых, ты не можешь все время делать сенсацию, если ты выбираешь канал вокруг себя строить. Во-вторых, чем старше канал, тем больше подписчиков. Количество подписчиков вообще это такая метрика тщеславия. И на это метрика тщеславия плюс сколько у тебя уже лет канал. Потому что, естественно, чем дольше канал, тем больше подписчиков. И люди подписались в 16-м году, которым было интересно в США, а в 17-м они уже переехали жить в Италию, и нафиг им нужен мой канал уже. Они уже итальянский учатся. Потому что они забыли отписаться, но не смотрят ничего. А никто не отписывается на Ютубе. Другой идет там в Инстаграме, у нас постоянно идет отписка-подписка. А Ютуб это платформа, на которой подписались и забыли. И там надо, да, конечно, смотреть на просмотры. И ты не можешь все время делать прям вот это вот. Ну, я не могу. Может, это может. А как бы ты развивала вообще канал сейчас? Представим, что Марина Могилко только сегодня начала вести Ютуб-канал. У нее нет запрещаемой медийности, нет известности такой, нет еще ребят, которые за тобой будут все продукты, за всеми продуктами будут следить. Неправильно выразила, за всеми продуктами, словно в Телеграме и так далее, что бы ты ни открыла. У тебя этого ничего нет, но есть желание начать Ютуб. Как бы ты развивалась? Тема экспертности. Ну, то есть я бы взяла то, что я знаю, умею, там, не знаю, английский и так далее, то, в чем я чувствую, что у меня есть какая-то база, плюс короткие видео. Я бы с этого начинала сейчас. Смотри, Инстаграм, Ютуб, ТикТок, это все о том, чтобы понравиться своему зрителю, потому что если ты не понравишься своему зрителю... Чтобы узнали про тебя скорее. Ты можешь и не понравиться, но они... Ну, да, чтобы узнали, да. Ну, соответственно, очень много людей, которые могут находить какие-то недостатки в тебе, что тут, что ты не так сказала, здесь я бы задала вопрос по-другому, условно. А вот это ты почему не спросила? А вот тут посмотрите, а она поправилась, условно, да, я сейчас говорю. Какие-то такие элементарные вещи. И я так понимаю, все равно у тебя присутствовал синдром отличницы, когда, возможно, я ошибаюсь, но судя по тем видео и высказываниям, которые ты давала, я это увидела. Да, как ты с этим борешься? И сейчас как ты реагируешь на какую-то такую критику? Что тебя может задеть? У меня есть такой момент, что вот особенно сейчас с ТикТоком, когда ты выкладываешь видео вечером, просыпаешься, у тебя там 2 миллиона просмотров, я немножко... Сори там, с птенчиками птичка идет. Не вижу, не вижу. Видишь, маленькие птенчики? Только что родились, а раньше одна ходила. Сори. Да, этот вообще, честно говоря, район... Этот свои соседи. Они просто все к июню, все начнут рожать. В прошлом году нас родили олени в июне, родили зайчики, родили индюки и я. Я же не смогла переключить. Так вот, ты просыпаешься, у тебя 2 миллиона просмотров. И ты, естественно, спрашиваешь себя, а я сейчас объективно показала, ну вот я сделала поход к дантисту. Я думаю, блин, если бы я хотела сделать это объективно, я бы должна была не только в эту клинику сходить, должна была бы сходить еще в какую-то клинику. Сказать, что, ребята, 150 оговорок про то, что это чисто в этой территории. И, естественно, ты никогда этого не сможешь сделать, в плане того, что ты блогер без команды журналистов. Потому что есть... И то, что я сказала, мой продакшн, у людей, которые профессионально этим занимаются, которые профессиональные журналисты, это даже не стоимость одного выпуска. То есть у них выпуск дороже стоит. Понятно, что я все равно блогер, который не суперобъективный. И я никогда не смогу стать объективной, если я не буду себе строить медиакомпанию, где прям реально будут работать журналисты. Тогда это не ТикТок, понимаешь? Это огромный выпуск. Это продакшн. Да, это как BuzzFeed и так далее. Vox и так далее. Я как бы, ну... Мне даже это не очень интересно. Мне как бы интересно документировать свою жизнь. Поэтому, естественно, я буду всегда необъективной. Сто процентов я буду кому-то не нравиться. Стареет, толстеет, не знаю. Как ты сама сейчас к этому относишься? Ну, просто равнодушно. Типа, ну, гей, эта жизнь так происходит. Или тебя зацепляет, например, когда ты понимаешь сама свою ошибку. Не когда тебя кто-то говорит, а когда ты сама увидела. Меня, скорее, больше всего цепляет, когда просто что-то придумывают откровенно. И тебе приходится оправдываться за то, что кто-то что-то придумал. Ну, типа, вот это и это чисто присутствует. И у меня не было еще такого на англоязычном пространстве ни разу. Хотя тут у меня, ну, типа, аудитории больше. Я так понимаю, что это наша культура, то, что мы легко влюбляемся, но при этом легко разочаровываемся. Ну, то есть, я даже это по подписчикам вижу. У меня намного более русскоязычные подписчики, а с ними гораздо больше, ну, вот прям, любовь, прям семья. С англоязычными они тоже очень милые, но даже если американец, он может вокруг меня ходить там долго и потом аккуратно сказать I like your channel. И все, и уйти. Русскоязычные, они такие, Марина, можно я тебя обниму? Это наша особенность культуры. Мы очень легко влюбляемся, очень быстро, ну, как бы, с человеком разочароваться. Мне кажется, у нас от любви до нености как раз есть этот один шаг. Ну, что мы еще придумываем себе, можем жить в иллюзиях этого человека. Да, мы что-то себе дорисовываем. А мне кажется, люди здесь, у них это более прагматичные, что ли. Ну, в общем, и, короче, тут есть тоже каналы, специализирующиеся на разоблачениях, правда, очень мало, но и там тоже разоблачения такие супер какие-то аккуратные. То есть вот он сделал так, я считаю, что это, наверное, не очень правильно, потому что я бы, наверное, поступила вот так. Но чтобы что-то про кого-то придумывать, прям, наверное, такого нет. Ну, вот. Я хотела подвести такой синдром отличницы, потому что я в себе тоже замечаю, и когда я услышала о тебе, я, может быть, где-то, знаешь, тоже допридумывала о себе, потому что меня не так задевают, например, какие-то комментарии, меня больше задевают, когда я увидела кучу ошибок и думала, господи, почему это сделала? И можно же было по-другому, почему я в этот момент не заметила. Ты никогда не будешь. Это то, что тоже, знаешь, можно выпуск один монтировать несколько дней, не выпускать, в итоге вообще не выпустить, потому что можно было сделать лучше. Всегда можно было сделать лучше. А кто-то вот так на телефон с кривым звуком, знаешь, так вот снимет и... Всегда можно было сделать лучше, да, но ты так никогда не вырастешь. Надо выпускать, и все, и смотреть, как пойдет. А потом уже, ну, типа, по ходу учиться, потому что ты так никогда не научишься, если не будешь делать ошибок. Я знаю, что ты в какие-то моменты, я не очень знаю моменты рабочие или личные, то я обращалась и к психологу. И я так понимаю, это не на постоянной основе происходит, когда тебе нужна какая-то помощь. Если ты можешь, расскажи, пожалуйста, почему ты можешь обратиться к специалисту, с чем ты не можешь самостоятельно справиться или с помощью, например, своей семьи? У меня была тяжелая, ментально тяжелая ситуация. Сейчас тоже такой бред, если честно, по сравнению с тем, что сейчас там в мире происходит. Но в 2020 году я была беременна, я был первый триместр, мы были в Санкт-Петербурге, был ноябрь, я ненавижу просто. Все, что начинается в ноябре, я просто ненавижу. Если это, например, Питер, в котором в 10 утра у тебя только такой слабый восход, и потом уже в 2 часа дня закат. Я не могу, мне нужно солнце все время. И был ковид, и я еще не могла ходить никуда. И я была беременна, ковид и так далее. То есть ты сидишь дома, в темноте. Открыла окно, там всегда... Эмили 10 месяцев, там 11 месяцев, ну там год, ну вот эти вот возрасти. Она просыпается, по ночам орет, ты не высыпаешься. У нее этот возраст... Ну, короче, ну и первый триместр, и мне было так фигово. Я не понимала, почему я должна вот так вот. Мне не хотелось вставать. Я не знаю, но мне кажется, у меня девушки беременные поймут, что первый триместр всегда жесть. И мне кажется, это все так сильно наложилось, что я пошла к двум разным психологам. Мне, ну, буквально 2 сессии, мне уже стало легче. А параллельно занималась системой с тем, или ты просто выбирала? Ну, сначала к одному сходила, потом к другому. К трём точнее. Три тогда психолога было. Один супердорогой, другой немножко мне не подошёл, а третий дешёвый и вообще отлично. Ну, в смысле, супер-аффордабл такой. Вот. Сходила и очень помогло, отпустила. У меня сессии так быстрые, даже если три сессии было так быстрые, что люди обычно ведут себя годами у психологов, разбирают, знаешь, не только какую-то конкретную проблему, а пытаются разобраться во всех своих. Мне кажется, просто я примерно понимала, ну, понятно, что очень важно было объяснить мне, что гормонально, как бы это понятно, что это не то, что обычно со мной происходит. Да-да, и какие-то моменты, наверное, о них сама догадывалась, просто когда тебе ещё раз про них напоминают, а ты их дальше додумываешь. Ну, в общем, это то, что я рекомендую, если ты чувствуешь, что надо лучше поговорить, потому что, ну, реально помогает. То есть, в целом, ты получается эмоционально стабильный человек, и можешь все свои проблемы решить сама. Я имею в виду, если ты чувствуешь, не знаю, какую-то обиду, вину, воль. Зачем мы идём, собственно, к психологу, что мы разбираем? Да, мне кажется, что в основном я не прибегаю к... Ну, у меня есть, я регулярно, ну, я сама пользуюсь сервисом, который постоянно у себя рекламирую, и я не так давно, я общалась, обожаю просто психолог, мне хватило с ней две сессии. Я пришла к ней с запросом, я говорю, я не понимаю, у меня просто голова взрывается от идей, я не понимаю, куда мне разорваться, мне кажется, что я в итоге не делаю ничего, потому что я пытаюсь сделать всё. Это касалось контента на ютубе. Она такая, Марина, просто найми себе стратегического человека, который будет планировать тебе контент. Это же было так просто. И правда. Всё, спасибо большое, Настя. Да, вот какие-то такие моменты, хотя я понимаю, наверное, что психологи не должны таких советов давать, но она сказала, что, Марина, это твой тип личности, это значит, тебе нужно внешне решать эту проблему. И мне это как-то действительно... И я попросила своего менеджера делать больше аналитики и планировать контент. И как-то сразу... Ну, короче, это очень полезно с человеком поговорить. Просто я резюмирую, получается, ты просто времени к времени, когда есть какой-то точечный запрос. Нет такого, что ты каждую неделю посвящаешь психологу. Вот это хурма, вот это слива, вот это абрикос, он уже спеет, видишь, абрикосы? Инжир, груша и ещё одна слива. А вы можете что-то посадить сами? Да, мы посадили яблони. А, вау! И как бы, ну, столько фруктов каждое лето, и они съезжаешь из дерева, ты ешь, срываешь и ешь. Фурмы у нас было просто всем друзьям, мне кажется, короткие принесли. Вот здесь тоже вот мандариновое дерево нас умерло, но... А это тоже считается вашей территорией? Да, это тоже наша. Вау! Такая большая территория. Учитывая, что двухэтажный дом, просторный, с такой территорией за 7500, это вообще неплохо. Он неплохо даже. Знаешь, что в Лас-Алтес-Хиллз это типичная тема, из-за того, что все на холмах. Обычно очень большие территории, но ты их никак не можешь использовать, потому что, ну, вот что ты сделаешь на этом холме? Только вот деревья, если посадишь, и все. Вот это тоже все наша территория, но там ручей, и тоже вот эти вот холмы, и ты тоже ничего не можешь сделать. И да, здесь тоже слива, абрикосы, оливки, розмарин. Марин, ты рассказывала в одном из своих недавних роликов о том, что вам одобрили ипотеку, и вы выбираете дом. Что вы собираетесь сделать с этим домом, переезжать, если вы его найдете сразу, или останетесь все-таки здесь, и используете как инвестицию, как арендную недвижимость? Ну, будете кому-то сдавать просто. Я пока еще не знаю, какой дом мы выберем, поэтому мне еще пока не понятно, но, скорее всего, ну, выглядит так, что, наверное, мы купим как инвестиционную недвижимость, и будем сдавать, а жить будем тут. Я думаю, что так. Почему так? Потому что мне тут очень нравится. Мне нравится этот дом, мне нравится этот район, мне нравится то, как уже все тут оборудовано, и если нас не попросят хозяина уезжать, мы бы и не уезжали пока. Ну, реально очень классно, мне очень нравится здесь. Ну да, я согласна, и у меня был вопрос о том, почему этот район, это уже объяснило все преимущества жизни с детьми, и мы с тобой, когда не записывались, тоже обсудили, что почему ты не переезжаешь в Лос-Анджелес? В Лос-Анджелес можно там жить и в Орэндж-Каунте, например, если ты не хочешь быть в центре такого шумного города, грязного там в какой-то мере. Почему ты здесь остаешься пока что? В Кремниевой долине люди невероятные, предпринимательство, общение с талантливейшими предпринимателями, Стэнфорд, общение со стэнфордскими студентами, спокойствие, компактность, какая-то относительная по сравнению с Лос-Анджелесом, Лос-Алтус-Хиллс, который, ну, такой более-менее уникальный, мне кажется. Всё равно Северная Калифорния отличается от Южной Калифорнии по природе. Не знаю, ну, вот, я себя больше ощущаю, наверное, человеком, которого больше интересно. Я не знаю, это тоже интересный вопрос, с одной стороны, мне, естественно, очень интересно в Лос-Анджелесе, креатор-эконами и так далее. Но мне кажется, что вот этот вот дополнительный предпринимательский вызов, который мне тут постоянно, потому что там с блогером какие-то общаешься, а у тебя что? Ну, как бы там нету какого-то, я не знаю, челленджа поменять мир, наверное. Ну, типа, да, ты можешь расти до медиакомпании, можешь там делать крутой продакшн, но когда ты разговариваешь, и человек говорит, что он сейчас уже у них работает лекарство от рака, ну, да. Вот это челлендж. Вот это я сейчас понял, куда ещё можно расти. Мне кажется, вот это вот ощущение того, что намного больше мне есть здесь куда развиваться, вот этот какой-то вызов, и то, что я ещё не доисследовала, столько наука. Мне это безумно здесь нравится. Я хочу закончить наш большой разговор инвестициями. Это то, чем ты сейчас занимаешься, мне кажется, не с меньшим удовольствием, чем тем же Ютубом. И ты инвестируешь не только, как сейчас здесь модно, в акции, облигации, биткоин, криптовалюту и так далее, но ты инвестируешь в стартапы, инвестируешь. Часто ты сказала, что не ожидая какой-то прибыли, это убыточно. Часто бывает. Каким образом ты выбираешь эти стартапы, кто к тебе может прийти и заинтересовать тебя? Скорее, это круг знакомых, то есть, чтобы меня представили стартапу, кто-то из моего окружения, потому что я не считаю себя каким-то суперпродвинутым инвестором, и опять же, на сид-стадии ты инвестируешь в фаундера. Ты инвестируешь в то, что ты веришь, что он сделает что-то стоящее. И поэтому мне очень важно, чтобы, во-первых, человек был где-то здесь, ну то есть, чтобы я вообще понимала, чего происходит с ним, и чтобы мы могли встречаться, общаться. Потому что для меня это, прежде всего, общение. То есть, в России к тебе ребята не могут постучаться? Если они находятся там. А я не могу тут. Ну, в смысле, а как я туда буду инвестировать? Они должны быть здесь, в юрисдикции штатов. Я один стартап инвестировала в Европе. Боже мой, просто они креатор, классную штуку для креаторов делают, но чтобы пройти мне вот эти все проверки европейские, две недели, если делать что-то, ты им досылала эти документы. В США ты инвестируешь одним кликом. Вот так тык, инвестировал. Вот. А с Европой это очень долго. Вот. И, да, короче, чтобы я знала фаундера, и чтобы я понимала, как я могу помочь с продуктом. То есть, в основном, это стартапы в экономике креативства, банки для креаторов, налоговая оптимизация для креаторов, какие-то кредитные карты для креаторов. Ну, то есть, вот все, то, что вокруг того, что я понимаю. Ну, у меня есть, понятно, еще несколько, кстати, про российских фаундеров. Одна группа, не одногруппник, в параллельной группе учился парень, они, он закончил с нами вместе универа одного года, он работал в VIA Games, потом работал в Lyft, а потом он открыл свой стартап, они прошли в Y Combinator, и тоже он меня пустил, как ангела. Вот у меня есть такая инвестиция. Мне кажется, такое удовольствие, когда ты вкладываешь деньги, еще энергию у них получаешь, знаешь, типа. Да это все про общение. Сид инвестиции, это про классных, ну, типа, классных фаундеров в твоем окружении. Вчера у нас была покер, покер найт, приходил человек, который первый мои ангельские деньги, я внесла, ну, вот, фаундер. Приходили ребята, которые сейчас делают фонд для инвестиций, в которые я тоже, ну, как бы это про, и мы сделали покер играли. Ну, кайф, вот такое. Что насчет NFT? Ты включаешься в это? У меня есть NFT, одного из моих любимых блогеров, Джоматек, он делал NFT-дроп, он снимает очень классные ролики, он офигенно, именно как актер, и он делает иногда продакшн дорогой, у него иногда ролик стоит 40 тысяч долларов, а иногда ноль, и вот у него тоже ноль корреляций между просмотрами и сколько денег затрачено на продакшн. Вот я купила его NFT, чтобы его поддержать. Я, известно, большой фанат всего этого, вообще концепции того, что digital, как по-русски сказать, цифровое владение, digital ownership. Digital, да, цифровое владение. Мы же покупаем много чего, чтобы просто статус свой показать. Владение цифровой недвижимостью. Это, ну как бы, мы много чего делаем в нашей жизни, чтобы просто, да, какой-то уровень свой определенный показать. Те же самые инвестиции в стартапы, да, я показываю, что я вот там местная, я тоже там стартапы. Понятно, мы очень много чего делаем, но как бы инвестиции в стартапы, это экологично, да, то есть ты там, не знаю, а покупать кучу шмоток, чтобы там вот так и вот так, вот так сфоткаться, это может быть не очень экологично, но функция та же самая. Ты можешь одеть, не знаю, цифровую одежду, которую тоже ты потратил деньги, и все видят, сколько ты там примерно потратил, все время понимаешь, что обезьяна стоит там 400 тысяч долларов, или сколько там сейчас эти обезьяны стоят, и ты показываешь, что вот ты в теме, у тебя вот сколько денег там и так далее. У нас это природная потребность, и не надо им это отрицать, что мы хотим что-то кому-то показать, тем, что мы владеем. Почему бы тогда не владеть каким-то цифровым объектом, чтобы кому-то что-то показывать, почему бы не сделать? Мне кажется, ну вот моя гипотеза, что через пять лет у нас будет, помимо Инстаграма, может, это в Инстаграме как раз и сделают, открытый кошелек, где будет видно, что мы купили такого цифрового. То есть сейчас можно много говорить, я поддерживаю чистый климат, чистый воздух, я против там машин и так далее. Ты можешь сейчас купить Теслу, а еще ты можешь, например, купить NFT какого-то предприятия, которое помогает очищать воздух. Я там, вот вы все гадите, пластик и так далее. Можно же много писать в Директ блогерам, что-то из пластикового стакана пьет. А можно купить NFT какого-то фонда, и публично это показывать. Не кричать блогер в Директ, а вот делом сделать, и когда у тебя открытые финансовые транзакции, ты можешь показать открыто, что ты поддерживаешь в одном каком-то месте, мне кажется, будет обалденно. Туда ты свою костко-карточку положишь, вот ты покажешь, тебе нравится костка. Туда ты положишь платьишко любимого дизайнера, и еще, это мы как раз с моим инвестором, Рейнсором, я говорю, я представлю, что ты собираешь свой диджитал гардероб, и можешь спокойно его сдавать в аренду. Ну, типа, кто-то будет одевать твои диджиталы. Ну, короче, мне кажется, это такой, да, понятно, что сейчас-то больше в играх, и так далее, это определенная тусовка, и понятно, что очень много всего вокруг этого скамы, и так далее. Но в интернете, когда он тоже начинался, тоже было много, а потом люди поняли, что блокчейн-технология, когда ты можешь, у меня знакомая делает блокчейн-стартап, когда ты можешь покупать недвижимость на блокчейне, экономя там 1% на всех этих рилостейт-услугах. Как же это круто, когда контракт это не 10 страниц, а код, который автоматически применяет какие-то санкции, или что-то еще, когда что-то происходит не по контракту. И вот это круто. Ну, то есть, мне кажется, что это будущее, которое нам спасет, спасет определенное количество времени. Понятно, что с этим приходит ответственность. Типа, если ты сейчас потерял свои там слова, пароль от твоего кошелька, ты потерял доступ к деньгам. Сколько уже таких историй было, когда-то. Да, но другое дело, что ты, например, если у тебя какой-нибудь метамаск, или, опять же, холодный кошелек, ты переводишь деньги, и если ты там правильно ввел адресаты и так далее, то никакое государство мира не может сказать, что это там регион под санкцией или что-то такое. Ну, то есть, со свободой приходит ответственность. Вопрос, как мы это как человечество сможем это менеджить все дело. Вот, но это все очень интересно. На очень хорошей ноте мы такое закончили, а там подумать вообще, куда мы в целом тратим все свои энергетические ресурсы, деньги, это же тоже энергия. Ну, Марин, спасибо большое, что ты нас пригласила сюда. Да, спасибо, что пришли. Я очень рада, я надеюсь, что какие-то аспекты, которые Марина еще не затронула у себя на канале, или где-либо еще. Мне кажется, у блогеров очень интересно брать интервью, потому что они все уже всем рассказали. Мне было очень интересно. Я надеюсь, что еще хотя бы парочка людей найдет, которым тоже. Я оставлю все контакты Марины, вдруг вы впервые ее увидели на моем канале. Оставлю, конечно же, ссылку на свой телеграм-канал, на свой инстаграм-канал, и подписывайтесь на этот прекрасный канал, где появляются такие герои. Все, пока-пока. Супер, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok